5 августа в областном доме журналистов состоялась пресс-конференция с организаторами, почетными гостями и профессиональными спортсменами сибирского международного марафона. Забег на основной дистанции 42 километра 195 метров пройдет в статусе Кубка России. Интерес к событию очень высокий. Сибирский марафон действительно очень серьезный, большой, продуманный бренд Омской области, омского спорта, который образует собой определенную и очень популярную линейку бедевых событий, причем для различных аудиторий. Все это образует большую цепочку интересную, которая востребована не только жителями Омской и Омской области, но и всеми в нашей стране и за рубежом. Главное новшество нынешнего марафона – смещение времени старта на 8.30 утра. Это решение даст возможность всем участникам двигаться в относительно комфортных погодных условиях. Тренер известной Омской бегуней Марины Ковалевой Борис Жгир заявил, что спортсменка побежит на новый рекорд марафона у женщин. На данный момент лучшее время – 2 часа 29 минут и 11 секунд. Марина завтра начнет по 3.30, это темп на 2.27.30. А как закончится, то уже от нее зависит. Конкуренцию Марине Ковалевой составит Оксана Акименкова из Московской области и Ольга Дедова из Перми. В споре мужчин претендентов на победу больше. За золото марафона поборются Алексей Трошкин из Пензы, Иван Кузнецов из Первоуральска, Екатерин Боржец Кирилл Недосеков, москвич Илдар Миншин, а также чемпион России по марафону этого года и обладатель лучшего времени сезона – 2 часа 13 минут и 11 секунд – Руслан Хорошилов из Белгорода. На самом деле уже три года я собираюсь приехать на Омский марафон, и все никак не получалось. Какие-то обстоятельства, какие-то свои старты были. И в этом году я изначально еще запланировал, наверное, до чемпионата России, что я все-таки попробую сюда вырваться и отбросить все остальные старты и поучаствовать в этом марафоне. Очень хотелось прочувствовать, что такое сибирский марафон, и тем более я первый раз буду участвовать. Буду бежать, смотреть на соперников, на погоду. То есть не все зависит от нас, еще как солнышко будет припекать. Вот, ну, постараемся, конечно, пробежать на свой максимум и показать отличный результат. В программе события также будут забеги на 3, 10 и 21,1 километра. Старт марафона на Соборной площади. Продолжение следует...